Все для фронта, все для победы. Здравствуйте. На самом деле, ровно 70 лет назад этот лозунг был скорректирован. 11 марта 1944 года. Вот что пишут. Большим подъемом работают в последние дни горники Лебяжинского рудника. Водушевленные призывом Великого Сталина, стахановцы и ударники с каждым днем повышают производительность труда. Еще одно. Водушевленные приказом товарища Сталина, энергетики завода взяли на себя дополнительное обязательство сэкономить 1,5% электроэнергии. А на Шайтанском старательском участке Тагильского приискового управления в ответ на призыв Великого Сталина с новой силой развернулось социалистическое соревнование. К слову, фамилия Сталина упоминается далеко не во всех заметках. Вот, например, есть объявление о консультациях по выращиванию картофеля. Здесь Сталина точно нет. Ровно 50 лет назад, 11 марта 1964 года, было тоже много производственных новостей. Но многие из них на самом деле были не про производство, а про мораль, воспитание и справедливость. Ну, вся несправедливость, конечно, была в новостях про капиталистические страны. Вот, например, в США началось обсуждение законопроекта о гражданских правах, предложенного в прошлом году под давлением массового движения негров. Главная слабость, критикуют в Союзе этот законопроект, состоит в том, что он практически не затрагивает дискриминации негров в экономической области. Поэтому право пользоваться вместе с белыми гостиницами, ресторанами, общественными парками, если оно будет дано, мало поможет негритянскому населению. А что же у нас? У нас главная проблема, похожая даже на производство, это только воспитание. Вот, например, мне, как бригадиру, хотелось бы сделать еще одно замечание в адрес партийной организации. Плохо у нас ведется воспитательная работа, не жалуют нас вниманием агитаторы, а люди хотели бы послушать хорошую беседу по материалам декабрьского и февральского пленумов ЦК КПСС. По другим вопросам, но голос агитаторов не слышно. Волнуются о воспитании и образовании завод школы рабочей молодежи. Новые предметы, обществоведение, общая биология, да и не только эти предметы, требуют знания марксистско-ленинской философии, психологии. Надо хорошо знать и понимать политический курс нашей партии и правительства. Про воспитание здесь на самом деле очень много. Такие родители, как Чусовитин, вспоминают о своей роли наставника, когда им об этом напомнит школа. Сын его не выполняет домашнее задание, не любит труд ни умственный, ни физический. А отец парня приходит в школу только по вызову классного руководителя. Но толку от таких посещений нет. Может, парт-организация Мартеновского цеха номер 3 комбината спросит с коммуниста Чусовитина выполнение своих отцовских обязанностей?